Девушки отдыхают Чаррес не чувствует угрозы, но он представляет, насколько большой ущерб могут нанести эти могучие животные его судну. Они все приближались и приближались к судну. Уже совсем скоро они были под килем, кружили вокруг нас. Это высшие хищники. Они осознают связь лодок с рыбной ловлей. Порой они также трутся о корпус, чтобы избавиться от паразитов. Вскоре эта встреча приняла иной оборот, и Чарльзу удалось это запечатлеть. Очень скоро их внимание привлекла морская выдра, у которой на брюшке был детеныш. Там морская выдра с детенышем. Морская выдра слишком далеко от берега, чтобы скрыться. Внезапно касатка исчезает. И в ту же секунду выдра и детеныш взлетают в воздух. Когда волны улеглись, детеныша уже нет. Они съели ее малыша. Мы так поняли, что они съели детеныша. А потом сосредоточились на матери. И она принялась плавать туда-сюда. И не совсем представляла, что ей делать. Теперь касатки занялись выдрой. Она устремляется к судну. Ей удается забраться на него в последнюю секунду. Они были твердо намерены заманить ее обратно в воду. И они все плавали вокруг. Кружили, будто обдумывая, как же им вытащить ее с лодки. Морская выдра сильно переживает потерю малыша. Она старается найти лазейку, но касатки играют с ней в кошки-мышки. Все хорошо. Чарльз может спасти ее, только отвезя к берегу. Иди-ка сюда. Мы поедем кататься. Касатки умны. Они уже закрыли ей дорогу. Нам пришлось отойти от этих скал. И мы подошли к тому месту, где она потеряла своего детеныша. Я заглушил мотор, и она плавала вокруг. Было видно, что она его ищет. Но его так и не было рядом. Но я был рад, что хотя бы ей удалось спастись. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!